БОЛТКОМ УТРА НА БОЛТКОМЕ Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Понедельник, сегодня 15 февраля. Ну, многие работают на удалении, кто-то, я знаю, даже иногда уже путается в датах. Ну, такова у нас сегодняшняя жизнь. Тем не менее, одно неизменно. Радио БОЛТКОМ выходит в эфир в это время. Так что начинаем работу в прямом эфире. 6212-939, 6213-939. Можете нам звонить, активно участвовать в нашей передаче. И WhatsApp, как обычно, тоже работает. Можете присылать свои вопросы и комментарии. И с вами Абикелкин и Александр Шунин. Доброе утро. Доброе утро. И первая наша тема сегодня, которую мы хотели бы обсудить. Ковид ковидом, но жизнь продолжается, жизнь развивается. Причем в прямом смысле роды продолжаются. И мы сегодня первым делом свяжемся с Рижским роддомом, с главой родильного центра Рижского роддома Анной Масковой. И поговорим о том, как роды проходят именно в условиях пандемии. И мы знаем, эта новость нас ошарашила пару недель назад. По данным статистики, в декабре прошлого года был самым-самым-самым рекордным, со знаком минус, за последние сто лет. Меньше всего детей родилось в Латвии в декабре прошлого года за последние сто лет. Как-то ситуация поменялась с началом года, не поменялась с началом года. Известно, что, например, первый ребенок, родившийся в 2021-м, был мальчик. А какие мероприятия проходят в роддоме, там, вакцинируются, не вакцинируются? Все же это очень интересно. Да, ну, нужно понимать, как я думаю, что вот это снижение рождаемости, такое катастрофическое, наверное, совпало с пандемией. Мы живем в этих условиях. Вот скоро будем отмечать годовщину. То есть, фактически, с марта месяца, когда впервые была объявлена чрезвычайная ситуация, ну, вот уже почти прошел год, а вот такая вот пандемия, в принципе, в мире уже, по существу, с февраля прошлого года. Так что мы год уже в этой ситуации. Ну, наверное, на демографию это не могло не повлиять. Так не представляется. Ведь с этим связана не только вот сама пандемия, но и все экономические последствия негативные. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Вопрос интересный, конечно. Вот эти все споры, которые были с начала пандемии, начали гадать, что будет больше разводов или, наоборот, родов, или как раз-таки и разводов, и родов, потому что люди оказались закрыты на одной территории. Как бы, с одной стороны, это способствует сближению, в том числе, межполовому. И, казалось бы, вот вам причина повысить рождаемость, вот вам возможность зачать родить ребенка. Но нет, цифры показывают другое, и на самом деле так и получается, что сейчас год, соответственно, как началась пандемия, и, видимо, из-за страха, из-за непонятно, чем и когда это все закончится, очень осторожно люди относятся к приходу в мир новых человек. Да, вот если мы посмотрим на такую ретроспективу, я не буду брать очень давнюю историю, но вот начиная с конца 80-х, мы видим, что было несколько волн, есть, так можно сказать, для Латвии бума рождаемости. Конечно, даже самый такой бум рождаемости, ну, Латвия все равно никак не могла конкурировать с другими республиками бывшего Союза, если вот мы берем тот период, да. Ну, вот одна из таких вспышек рождаемости бурной была во время вот начала эпохи перестройки Горбачевской, 87-й, 88-й, 89-й год и даже 90-й год, ну, на таком энтузиазме, скажем так, такой перестроечной, в Латвии, наверное, с Сатмодой, новые надежды, там, новая республика, скажем так. Так, потом, вот с наступлением всех этих экономических несгод после перестройки и вот восстановления независимости, разрушена экономика, и мы видели 93-й... Призии 98-го года. Да, 93-го, 94-го, 95-го мы видим, вот если так посмотреть, это перспективно, ну, не катастрофическое, но почти близкое вот снижение рождаемости к тому, что вот сейчас мы наблюдаем, да. 98-й год, да, тоже наблюдалось определенное снижение, но не критическое, поскольку, в основном, мы знаем, что это дефол 98-го года, он затронул Латвию не так сильно, только ту часть вот предпринимателей, которые были завязаны на торговле с Россией, на транзите. Ну, и следующий этап, когда мы видим после бума рождаемости 2002-го, 2006-го годов, 2007-го, вот эти знаменитые семь тучных лет, о которых говорил тогдашний премьер Калвитес, да, вот действительно народ как-то в это все поверил. Боже мой, как это давно было, на самом деле. Такое впечатление, что позавчера, а нет, уже сколько лет прошло. И в 2009-м, 2010-м мы наблюдали ситуацию, опять-таки, вот с таким резким снижением рождаемости, и даже в ту пору, я помню, еще до прихода Ушакова к власти в Рижской думе, ну, 2008-й, 2009-й начали говорить о том, что вот, смотрите, у нас есть во многих больницах в регионах вот эти родильные отделения, они начинают пустовать, может быть, их как-то перепрофилировать, да, ну, кстати, некоторые родильные отделения в больницах региональных, к счастью, не в Риге, таки были закрыты. Да, у нас почему-то не получается связаться с Анной Московой из Рижского роддома по непонятной пока причине, но мы продолжаем пробиваться в эфир. Да, пока мы ждем сигнала от нашего эксперта, еще несколько слов, наверное, можно сказать, что касается вообще демографической политики, да, вот есть у нас уже, по-моему, связи, да? Алло, Алло, Анна? Алло, да, я представитель роддома, но вы не позвонили, не позвонили доктору Анне Мискову, как мы договаривались, я думаю, что она ждет вашего звонка. Да, Вайба, доброе утро, видимо, это вы. Все правильно, Анне был выслан линк на Zoom, и наш звукорежиссер сейчас попробует... Да, 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 спасибо за то, что указали нам на эту нашу маленькую ошибку, возможно. Да, я могу в этом месте и телефон номер. Да, будьте любезны, спасибо большое. Да, хорошо, да. Вот так, уважаемые слушатели, вы стали свидетелем нашей небольшой технической заминки. Ха-ха-ха, смешно, понедельник. Ну, мы пробуем, мы стараемся, правда же, господин Золотарев, разумеется. Да, вот, может быть, несколько слов по поводу вот демографической политики как таковой. Да. Да. Да, так вот, что касается демографии, на него, как мы знаем, влияет несколько аспектов, но и один из, сейчас это очень актуально, вот эти дискуссии о том, как помочь семьям в условиях пандемии. Например, вертолетные деньги пресловутые? Вертолетные деньги – один из вариантов. Я думаю, что… Кстати, было бы неплохо принять пару звонков от наших слушателей, наверняка же вам есть, что высказаться на эту тему. Вертолетные деньги – 500 евро спасут ситуацию, не спасут ситуацию, помогут или не помогут, на что эти деньги могут быть потрачены. Потому что критики этого подхода высказываются в том плане, что не все рационально используют эту материальную возможность. Пусть разовую, пусть и невеликие деньги, но могут пойти не на то, не на детей, не на образование, а на разные вещества, например, алкоголесодержащие. Ну, было такое мнение, оно высказано, кто-то его поддерживает, кто-то нет. Интересно знать, как относитесь вы к этим мерам поддержки. Да, фактически после вот этой инициативы ТБ Весулатвии о выплате 500 евро каждому ребенку в семье, эта инициатива совпала с инициативой оппозиции аналогичной. Появилась информация о том, что министр финансов скорее всего предложит какие-то альтернативные варианты поддержки семьи. Вот в этом пандемийное время министр финансов Янис Рейерс заявил о том, что вот эта помощь всем семьям по 500 евро одноразово не решит проблему, поскольку чрезвычайная ситуация будет продолжаться, и потребности семей будет не только в этом одноразовом пособии, и поэтому сейчас прорабатываются разные альтернативные варианты, как помочь семьям. Ну, то, что предлагает министр финансов, это обозначить самые нуждающие семьи, им выплачивать вот это ежемесячное пособие на весь период чрезвычайной ситуации. Ну, единственное, что я думаю, что пока суд доделал, в результате пособие не получит ни одна из семей. Ну, наверное, эту тему мы еще будем обсуждать. Да, безусловно. Но вообще ситуация с пособиями и с поддержкой какая-то непонятная. Как высказался премьер еще полгода назад, так много денег, как сейчас, не было никогда. Это он говорил, конечно, до пандемии. Ну, во время первой волны это прозвучало, когда все эти транши полуторамиллиардные стали доступны. Ну, большой вопрос. Все-таки где эти деньги? Да, это, наверное, один вопрос. И второй, наверное, вопрос очень важный. Какие есть еще меры поддержки и инструменты у правительства, чтобы поддержать семьи долговременно в перспективе, поскольку мы понимаем, что чрезвычайная ситуация минимум продлится до 6 апреля, да, и ограничения пока не планируется снимать. Вот я когда ехал сегодня сюда на эфир, выступал по латвийскому радио у наших коллег, вот, ну, в первой программе латвийское радио, на латвийском, соответственно, парламент секретарем Министерства экономики, и он сказал, что они еще только будут обсуждать вот завтра на заседании вот этого Совета Кризисного Центра, будут обсуждать возможность через какое-то время позволить, например, работать парикмахером. То есть, в принципе, очевидно, и мы это можем видеть по цифрам, что ситуация ушла в долгую. Я не вижу каких-то вот перспектив быстрого выхода из нее. Господин Павлец, наш новый министр здоровья, говорит о том, что вообще массовая вакцинация, где будут участвовать не только вот эти вот приоритетные группы риска, начнется ближе к лету с таким количеством вот вакцин, которые у нас сейчас есть. Поэтому можно ожидать, что вот проблема рождаемости будет, вернее, низкой рождаемости еще, наверное, год будет очень актуальна. По большому счету, его слова не идут вразрез с тем, что постулировалось до этого. В общем-то, когда, ну, как это назвать даже, всех поставили в очередь, ну, определили очередников, кого пьем прибыла, кого... Ну, наверное, о вакцинах мы чуть-чуть позже поговорим. По-моему, у нас на связи уже... Получилось, да? Да. Ага. Да. В самом деле. А слышно ли нас? Алло. Здравствуйте. Прекрасно слышно. Здравствуйте, Анна. Меня тоже. Да. Итак, с нами на связи глава родильного центра Рижского роддома Анна Мыскова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как... Главный вопрос этого утра. Как в условиях пандемии работает и живется Рижскому роддому? Здравствуйте всем. Нам живется, в общем-то, мы не можем жаловаться на нашу жизнь, живется нам хорошо, работаем, бодро, не теряя бодрости духа. Как много детей появилось в этом году, вот уже за полтора месяца? Ой, я вам не назову точную цифру, но, вот скажем, за прошедшие выходные в пятницу у нас родилось 23 человека, в субботу 12, в воскресенье тоже 12. Так что... Это замечательно. Речь, скорее, идет о том, как, на ваш взгляд, вот сохраняется та тенденция, которая была в прошлом году, вот это рекордное число со знаком минус, то, что в декабре прошлого года родилось меньше всего детей за последние 100 лет. Да, я понимаю ваш вопрос. Конечно, нам нужно понимать, что рождаемость будет падать, рождаемость повышаться не может. И здесь дело не столько в COVID, здесь дело в том, что сейчас должны рожать люди, родившиеся в 90-е годы, а в 90-е годы родилось значительно меньше людей, чем родилось в 80-е. Плюс эмиграция, плюс другие факторы. COVID тоже, конечно, играет свою роль. Ясное дело, что для того, чтобы размножаться, людям нужны благоприятные условия. Сейчас благоприятных условий не так много. Плюс ко всему социальные проблемы, поздние планирования первой беременности, поиски подходящего партнера. Это социальная большая проблема, и здесь нужны какие-то очень серьезные решения, какие-то политические решения. То есть вы видите тоже, что, в принципе, роженицы заводят, так можно сказать, первого ребенка довольно поздно, да? Конечно, да. Средний возраст первородящей женщины 30 лет. В Европе, в Латвии тоже, вот в Испании 32, например. То есть это такая общая тенденция евросоюзовская, если так можно сказать? Но это, видимо, связано с тем, что вы сейчас и сказали. Не знаю, проблема, если так можно сказать, поиска подходящего партнера, наверное, может быть попытка сначала каким-то образом устроить карьеру, получить образование. Конечно, безусловно. Именно это и играет роль. Связано ли с этим, не знаю, ухудшение здоровья рожениц? Потому что мы понимаем, что все меняется, медицина идет вперед. Если, не знаю, там, рождение первого ребенка в 40 лет раньше считалось еще что-то таким невероятным. Но сейчас-то, по-моему, тоже обыденное явление. Да, конечно, это частое явление, никто этому не удивляется. Вы понимаете, что нам нужно учитывать? С возрастом, безусловно, риск, связанный со здоровьем, и риски здоровья во время беременности, они увеличиваются. И, скажем так, эта линия, до которой оно остается константным, это 35 лет, дальше некая дельта между 35 и 40 годами, и после 40 это риск осложнений еще выше. Но какие хорошие новости? Новости хорошие такие, что мы живем, слава богу, в развитом государстве в плане медицины. У нас есть все возможные инструменты. И поэтому индивидуальные риски для женщины, которая в 40 лет забеременела и рожает, вот, скажем, даже в нашем роддоме, ну, неважно, на уровне такой помощи оказываемой, какой оказываем мы и другие стационары в Европе, и не только в Европе, то эти индивидуальные риски не такие высокие. Если мы говорим все-таки об этом особом ковидном или пандемийном времени, как изменилась вот обстановка в родильных отделениях, наверное, определенные меры предосторожности, мы слышали информацию о том, что, ну, все-таки была такая опция, если так можно сказать, когда смелые мужья участвовали в этом процессе самым родов. Я так понимаю, сейчас, наверное, это исключено. Вот, может быть, несколько слов об этом? Нет, конечно, это не исключено. Партнерские роды у нас происходят. Был момент во время первой волны, когда они были исключены. Мы поняли, не мы поняли, мы всегда, для нас это было болезненным вопросом, потому что, конечно, когда партнер есть в родах, нам самим легче. И сейчас какие меры предосторожности предпринимаются? Мы пускаем партнера в родах при наличии отрицательного теста на ковид, годного в течение 48 часов с момента получения ответа. Таким образом мы себя и других наших пациентов защищаем. Но, к сожалению, теперь тестирование перед родами показывает, что иногда тест оказывается позитивным, но и тогда у нас есть другая тактика. Специализированное отделение, где права женщины никак не ущемлены, но поток женщин, которые могут быть с повышенным риском инфицирования или инфицированы, отделен от потока негативных женщин. Таким образом мы контролируем ситуацию. Вот вы сказали, что для вас, скажем так, для медиков, которые работают в родильных отделениях, как раз присутствие мужчин на родах – это как бы позитивный момент. Почему? Ну, есть такой стереотип, что как раз зачастую это мешает медикам сконцентрироваться на выполнении своих функций. Ну, вы знаете, я думаю, что профессионалу ничто не должно мешать концентрироваться на выполнении своих функций, это мое глубокое убеждение. Второй момент – это не обязательно должен быть муж, это прежде всего должен быть человек, который женщину поддерживает психологически, или с которой женщина чувствует себя в безопасности. Потому что если женщина чувствует себя в безопасности, она чувствует себя уверенно, то это доказанный медицинский факт, количество осложнений в родах у нее тоже уменьшается. Поэтому, ну и плюс ко всему, ей не так скучно хотя бы. Есть с кем поговорить, есть кому ее за ручку подержать, а мы совершенно спокойно можем выполнять наши профессиональные обязанности. Прошла ли вакцинация вот вашего персонала в роддоме? Да, наша вакцинация нашего персонала прошла и происходит дальше. Основная масса докторов и акушерок уже получили прививку, но процесс еще продолжается. Ну, в принципе, таких вот, я понимаю, что вы за всех не можете говорить, но вы сами не отказывались, да? Вы не сомневались, что это надо сделать, да? Нет, я считаю, что мы живем в 21 веке, это делать необходимо для защиты себя, для защиты своих родных, моей семьи, в конце концов. Может быть, в любом случае это дело добровольное. Моя позиция такая, что вакцинироваться нужно и вакцинироваться тем, чем вакцинируют. Потому что выбора можно не дождаться. Это правда, да. Очень мудрая позиция. Да. Все-таки понятно, что пандемия, все вот эта демографическая политика, все это влияет, как вы уже сказали, с самого начала. Но вот кто-то, кто пытается вдохновить, если так можно сказать, молодые пары на рождение ребенка, всегда говорят, ну, были времена и похуже, да? Вот там дедушки, бабушки в военное время, послевоенное, да, несмотря на всю сложность нынешней ситуации, все равно, наверное, она несравнима. Все-таки возраст тоже имеет значение в этом процессе ключевое. Наверное, те, кто вот все-таки нашел вторую половинку, можно им рекомендовать, ну, не ждать годами, да? Да, я бы сказала, да. Годами ждать не надо, потому что если ждать, то можно не дождаться. В конце концов, как-то же наши родители нас рожали, как-то они решались на это, жили-то они по-другому, не было у них ипотеки, не было у них машин, я уже не говорю про наших бабушек и дедушек. Да, это правда, да. Не было мобильных телефонов и прочих благ цивилизации. Памперсов, кстати, да. Памперсов не было, стиральной машины не было, как-то же они нас вырастили. Да, вот слова памперсов не было, я думаю, что да, это поколение жили, так сказать, не понимая, в чем тут прелесть вот этих памперсов, да. Хорошо, огромное спасибо, с нами на связи была Анна Мускова, глава родильного центра Рижского роддома, еще раз большое спасибо и здоровья, и...